Ну что же, уважаемые коллеги, добро пожаловать на 225 заседание семинара московской секции СИГМОД. Сегодня наш гость Иван Дунин из МГТУ имени Баумана. Он представитель группы, которая работает над метографовой моделью, над разработкой, над применениями, над реализацией. И сегодня его рассказ будет посвящен последним продвижениям в реализации этой метографовой модели в распределенных вычислительных инфраструктурах. Значит, Иван, пожалуйста, вам слово. Вот, значит, у нас формат семинара, и мы обычно имеем возможность, предоставляем участникам возможность задавать вопросы в процессе. Вы не возражаете? Нормально все это, да? Да, конечно. Все хорошо, да, пожалуйста. Так, ну начнем. Значит, на сегодняшний день графы – это один из основных способов представления данных как в промышленной разработке, так и в целом в информационных технологиях. Широко распространены средства для работы с графами как в области баз данных, так и в области распределенной обработки. Их используют в самых разношительных областях от промышленных предприятий до анализа социальных сетей. Значит, основная использующаяся модель графа – это модель простого графа, в котором ребро соединяет две вершины. Тут на слайде написано полоский граф, это, в принципе, не совсем корректный термин, поскольку есть математический плоский граф, планарный, у которого геометрически не пересекаются ребра. Здесь имеется в виду подплоский обычный граф. И модель пропортиграф, графа свойства, у которого у элементов графа есть типы и, собственно, свойства. Инструменты для работы с более сложными графовыми моделями на данный момент менее распространены. К таким моделям относятся гиперграф и метаграф. Для начала небольшой обзор. Графовая модель на настоящий момент широко поддерживается в базах данных. Здесь можно выделить два направления. Это, во-первых, специализированный граф в базе данных. Наверное, самый известный продукт такого типа, это SBD, Neo4j, всем известная. В таких базах данных используется обычная специализированная архитектура хранения, конкретно для графов. Например, в Neo4j используется подход, который его авторы называют индекс free adjacency, смежность без индекса. У них все записи, формилища для вершины ребра имеют строго фиксированную длину, и вручение к ним происходит по номеру записи, как будто бы в массиве, то есть без использования индексов в классическом понимании. А свойства графа, то есть сами данные хранятся отдельно от его топологии. Другое направление – это поддержка графов традиционных с UBD. Радиционных – это есть Microsoft SQL Server и Oracle. Это такая относительно новая тема. Вы SQL Server, допустим, с версии 2017 есть. В этом случае используются имеющиеся средства SUBD, то есть это революционные таблицы, но с добавлением каких-то скрытых системных полей и специальных индексов. Ну и помимо хранения, важным компонентом здесь в обоих случаях является языки запросов, которые позволяют выполнять специфичные для графов операции, такие как поиск на графе путей определенного типа. Также на сегодняшний день существует большое количество средств распределенного оборудования графов. Можно упомянуть такие продукты, как GraphLab, ApageRaf, SparkGraphX. Эти инструменты позволяют выполнять вычисления на графе, распределенном по кластеру серверов. В целом современные системы роботки графов работают более-менее по одному принципу. Пользовательские алгоритмы составляются не относительно графа целиком, а как итерации относительно отдельной вершины графа. Вращение к соседям происходит через обмен сообщениями между вершинами после каждой итерации. Такие подходы используются, потому что графы, собственно, описываются в данных, в которых есть большое число связей, и если граф распределенный, то алгоритм должен обрабатывать связанные вершины на разных физических узлах. Одним из расширений графов в модели является гиперграф. В гиперграфе ребра или гиперребра могут содержать произвольное количество вершин. Как обычный граф, он может быть ориентированным или нет. Гиперграф в неориентированном содержит, собственно, вершины. В ориентированном также включается порядок обхода. И здесь стоит отметить, что в гиперграфе не существует отношения вхождения между элементами. То есть гиперграфы могут входить друг к другу геометрически, как на картинке, но неформально. Другим вариантом решения графовой модели является метаграф. Метаграфовая модель впервые была предложена в монографии базовой блэдинга, и мы рассмотрим интерпретацию этой модели, которая используется на нашей кафедре. У этой модели есть формальное описание, которое включает два основных компонента. Это, собственно, метаграфовая модель данных и модель метаграфовых агентов. Метаграф состоит из множества вершин, метавершин и ребер. Вершина метаграфа задается множеством атрибутов. Ребро метаграфа также может иметь атрибуты и задается начальной и конечной вершиной. Далее может быть фрагмент метаграфа, который представляет собой множество элементов, входящих в множество вершин, ребер и метавершин. И метавершина метаграфа, который состоит из множества атрибутов и фрагмента метаграфа. Таким образом, метавершина может включать несколько элементов более низкого уровня и одновременно входить в несколько элементов более высокого. Здесь показаны картинки примера метаграфа из трех метавершин и показано, что одна из метавершин входит в другую. То есть в практическом смысле метаграф – это граф, в котором есть вложенность вершин друг в друга и помимо горизонтальных связей между вершинами существует формально заданное отношение герархии. Для данных в форме обычных графов существует формат текстового описания, ресурс-дескриптинг-фреймворк, rdf-принятый, v3c, и вместе с языком запросов Spark Query. Там граф задается тройками субъект-предикат-объект, и в этом формате используется такой простой базовый элемент, и нету эонарных отношений. Для метаграфа аналогом rdf будет являться описание через такие тексты и предикаты, которые состоят из набора атомов. Предикат может описывать серебро или метавершину, и при этом предикат метавершин может сам являться атомом в предикате другой метавершины. Метаграфовый модель данных описывает представление данных для преобразования используется такая стучность, как метаграфовые агенты. Агенты – это формальное описание преобразований, и выделяют два типа – функциональные и агенты правил. Функциональный агент выделяется входным и выходным метаграфом и абстрактным синтактическим делом преобразований. Агент правил задается через метаграф, на котором он применяется, набор правил и стартовое условие, некое стартовое условие для фрагмента метаграфа. Правило – это набор операций. Правила по этой модели могут быть открытыми и закрытыми. Открытые правила не модифицируют фрагменты метаграфа, а позволяют получить метаграфы из существующего. Закрытые модифицируют. При модификации запускаются правила, связанные с этим фрагментом. При этом сам метаграфовый агент, как показано на рисунке, может представить как метаграф, и следовательно, метаграфовый агент теоретически может менять структуру других агентов. Поскольку метаграф – это логическая структура, для программной обработки необходимо выбрать метод их физического представления. Мы рассматривали разные варианты – реализационную модель, документное хранилище и простые графы. Мы приводили метаграфы разных интеграций к форме, в которой их можно сохранить в реализационную с УБД, графовую или документную, и сравнивали производительность некоторых базовых операций. Здесь достаточно интересно применение документной модели, поскольку при использовании вложенности оно получается по форме близко к текстовому описанию на предикатах, но здесь, очевидно, есть ограничения, что положить документ можно только в один документ, что не совсем соответствует концепции модели. В целом наиболее эффективно себя показало представление метаграфа на физическом уровне через простой граф. И здесь формально описано это преобразование, оно представляет собой приведение метаграфа к трехдольному плоскому графу. То есть исходные метаграфы – это вершины, входящие в другие метавершины, лёбра и метавершины, и из них образуются непересекающие по множеству вершин в результирующем графе, и в результате получается трехдольный граф. Далее, значит, пример такого преобразования. В графном представлении каждой вершины метавершины и лёбро представляются через отдельную вершину графа, как показано на рисунке. Отношение принадлежности к метавершине становится лёбрами простого графа. Полученный граф можно сохранить в графовой базе данных, что позволяет использовать инструменты для обработки графа применительно к метаграфу. А это именно языки запроса, предоставляющие специфичные графы операции, такие как поиск путей соседних вершин или определение достижимости. И, кроме того, для решения пользовательских задач можно использовать специализированные графовые системы распределённой обработки. Рассмотрим, как может выглядеть процесс поворотки данных в форме метаграфа. У нас есть хранилище и модуль обработки. Данные, которые заносятся в систему, приводятся к форме простого графа и сохраняются в хранилище. В качестве может поступать, как было сказано, какая-то графовая СБД. Для получения данных пользователь обращается к системе через интерфейс. Если это запрос просто каких-то данных, то они возвращаются из хранилища. Если запрос требует какого-то вычисления, то он выполняется в графовом фреймворке. Индеграф загружается в платформу обработки, обработки, например, Apache Spark в память узлов в кластер. И далее запрос обрабатывается средствами этой системы. Рассмотрим некоторые вопросы по поводу обработки в таком графовом фреймворке. На физическом уровне мы здесь имеем обычный граф. И важным параметром здесь является степень вершины. Степень вершины – это число смежных вершин, то есть число входящих и сходящих ребер. Как известно из исследований, у графов, описывающих реальные предметные области, как правило, встречается показательное распределение степеней вершин. То есть в графах есть небольшое число важных вершин, смежных с большим числом вершин, и одновременно у большинства вершин, смежных вершин, мало. Здесь речь про граф обычный с горизонтальными связями. Идея метаграфа в том, что помимо горизонтальных связей вы группируете вершины в какие-то иерархии. То есть с точки зрения графа представления искусственно еще добавляете вершины с большой степенью, поэтому для графа, описывающего метаграф, проблема распределения степеней достаточно актуальна. Это влияет в частности на то, как размещаются данные по серверам. Здесь могут быть разные подходы. Можно распределять вершины по разным машинам и дублировать ребра. В этом случае вершины и ребра всегда находятся на одной машине, но поскольку вершины не дублируются, то метавершина, как вершина с большой степенью, может создавать узкое место. С другой стороны, вы можете распределять ребра по разным машинам и дублировать разрезанные ребра. И в этом случае вершины дублируются, и тогда за счет дублирования на разных машинах эта вершина не будет создавать узкое место. С точки зрения распределенной обработки в графовых фреймворках есть также вопрос о модели вычислений, которые в нем используются. В разных системах используются многоразные подходы. Ну или, может быть, несколько доступных вариантов. Как был ранний момент, сейчас в таких системах используются подходы, которые работают на уровне отдельных вершин. То есть пользовательский код умеет только, по сути, две вещи – обновлять вершину и отправлять сообщения ее соседям. Такой подход был предложен в модели Preggle, приложенный Google. В ней обработка графов состоит из последовательности синхронных итераций. И в каждой итерации для каждой вершины графа выполняется заданная функция, которая определенным образом изменяет значение вершины, и затем вершина проявляет сообщение соседям. Следующая итерация начинается только после обработки всех вершин. Эта модель является достаточно простой, универсальной, но из-за синхронности итераций здесь есть ограничения, поскольку, как было сказано выше, и в реальных графах, и особенно в графе и метограф, есть проблемы с распределением степеней вершины. Эти вершины, очевидно, будут иметь метавершины, могут иметь много связанных вершин, и, соответственно, в ходе таких итераций Preggle они будут получать большое количество сообщений, и остальные вершины в каждой итерации будут ожидаться их обработки. Другой вариант подхода называется gather some apply, сбор с умирением применения. По-разному он немного называется в разных системах, но суть такая, примерно, что у вас есть фаза, в которой выполняется алгоритм относительно ребра, и отправка сообщения вершин. На фазе сбора у вас получается какой-то частичный результат, и потом этот результат реагируется и применяется к вершине. Поскольку он применяется относительно ребра и ребра, относительно, в отличие от вершин, имеют одинаковую степень, то они просто обрабатываются одинаково долго, и у вас нет простоя на обработку метод вершины, в принципе, вершины в большой степени. Однако у этой модели есть ограничения, поскольку здесь происходит агрегирование вот этих сообщений, то требуется, чтобы это обновление было написано как ассоциативная коммутативная операция. И поскольку передача сообщений происходит вдоль ребра, то здесь нет даже теоретической возможности передать сообщения о каком-то случайной вершине. В модели прилегило это теоретически можно, некоторые системы это позволяют, некоторые нет. Далее опишем, как с точки зрения такого графового фреймворка может выглядеть описанная концепция метаграфов агентов. В целом она сочетается с вот этой концепцией подхода по обоработке графов на уровне вершин. Мы конкретно использовали здесь фреймворк GraphX на патче Spark. Там для решения задачи запускается программа драйвер и несколько распределенных экзекьюторов. Драйвер произведет в них пользовательский код в виде серверизованных объектов или функций. И экзекьютор запускает этот код над частью распределенного датасета, то есть в нашем случае над фрагментом метаграфа. И эти функции агента также могут включать условия, определяющие, должны ли они применяться к определенной вершине. Поскольку агенты метаграфов являются объектами, то программа драйвера в принципе может их организовать в LRQ и при необходимости обновлять. В качестве эксперимента мы реализовали примитивный к метаграфу стандартную графовую задачу поиска кратчайшего пути заданной вершины. Здесь показан декод реализации итерации отправки проявления сообщений с учетом того, что у нас есть метавершины и вершины, представляющие ребра исходного графа. То есть в целом это является примером логики использования метаграфа. У вас есть какой-то граф, в котором помимо горизонтальных отношений есть отношение вложенности. И к этому отношению можно производить какой-то физический смысл, как в случае с определением кратчайшего пути вложенность означает достижимость по какому-то заданному расстоянию. Мы провели эксперименты по этой задаче с помощью Apache Spark Graph X по регламодели на инфраструктуре Amazon ElasticMapreuse и сравнили время обработки метаграфа для решения задач кратчайшего пути для различных размеров метаграфа и количества узлов. Вы сравнили с явлением решения той же задачи на простом графе аналогичной размерности. Эксперименты показали, что такая обработка метаграфа на этой задаче парализуется и выполняется за время, сравнимая с обработкой простого графа. Далее рассмотрим в качестве примера реальный предмет области. Метаграф из области научных публикаций – это задача, на которой мы сейчас работаем. Это граф, ссылающийся друг на друга публикацией, который сгруппирован дополнительно в метавершины по тематикам, по ключевым словам и по учебным заведениям. При этом метавершины могут быть вложены друг в друга, как в случае с какой-то частной и более общей темой. И можно дополнительно предложить какие-то варианты метавершин, скажем, авторы, страны и так далее. Или там кафедры в университетах, допустим. И в таком метаграфе можно искать связи и пути, с учетом того, что связь может быть не только как прямая ссылка между публикациями, но и как принадлежность к какой-то общей сущности. Далее. Несколько слов по поводу схожих проектов. Есть некоторые попытки по обработке гиперграф, как с помощью существующих инструментов, так и специализированные. Есть такой проект, как гиперграф-дб. Это база данных для хранения гиперграф, построенная на основе кей-вэлю базы Berkeley-DB. Авторы использовали две коллекции. Одну для топологии графа, где хранятся пары видов, денисификатор вершин и массив связанных вершин. То есть это такой частный случай ориентированного гиперграфа, поскольку в общем случае может быть более одной начальной вершины. и в коллекции данных хранятся произвольные бинарные данные по идентификатору вершин. То есть в принципе похоже на то, как Neo4j внутри устроен. И на уровне интерфейса они предоставляют абстракцию атомов, которые объединяют вершины переребра и добавляют типы данных, которые также являются атомами. В вопросах распределенной обработки есть такой проект, как HyperX. Это также проект на базе Spark. Его создатели рассмотрели разные варианты для хранения гиперграфа, в том числе преобразование к простому графу с заменой гиперребра на несколько ребер и с заменой гиперребра на вершину. И в итоге выбрали свой вариант с преобразованием гиперграфа к двум Spark датасетам для вершин и для гиперребр. И в их случае в датасетинге при ребрах сохраняются идентификаторы вершин, входящих в это ребро, как кортежи виды идентификатора вершины, идентификатор ребра и признак начальной вершин. То есть одно ребро представляется несколькими записями Spark датасет. И также авторы предлагают свой метод распределения по серверам через итеративный алгоритм, которым вершины ребра обмениваются метками разделов. То есть, по сути, как бы такой тестовый заход по регел, что вообще, как мне лично кажется, достаточно странно, и это как это должно быть затратно по времени. Но вот такое-то они решение выбрали. Так, ну и вообще сказано, что технологии распределенной обработки данных сейчас широко используются для обработки графов. Метографовая модель – это расширение модели графа, допускающего вложенные вершины. И она может применяться для областей, где нужно моделирование иерархии. На физическом уровне метограф может быть представлен в виде простого графа, и тогда для обработки метографа можно использовать решение по хранению графов в графах данных и инструмент для распределенной обработки графов. Так, ну, в целом я закончил. Ну что же, Иван, спасибо. Ну, относительно лаконичный доклад для нашего семинара. Значит, у нас достаточное время на вопросы и обсуждения. Так что, коллеги, прошу, есть ли у кого-то прямо сейчас вопросы, какие-то замечания? Можно маленький вопрос? Конечно, конечно, Алексей. Александр, прошу прощения. Вот это отношение вершин, вот пока про вершин вложенность, оно ведь вроде бы обычно на графе – это отношение, просто отдельный вид стрелок. Я имею в виду, возможно, вы это учитываете, когда укладываете его в обычный граф, но это как бы классическая, так сказать, укладка иерархии в обычный граф – стрелки подчинения. Это соответствует логике метографа? Ну, посмотри, да, здесь как бы что можно сказать, что вот эта, в принципе, концепция метаграфа, она больше как бы такая семантическая. То есть у вас, если вы представляете, то есть есть разные варианты представления метаграфа на физическом уровне, а одно из них как бы такое наиболее очевидное, как сам обычный граф, которым вы его приводите, то в этом случае у вас, по сути, получается то, что вы описали, то есть вложенная вершина с рельской связана посредством ребра. И здесь как бы идея в том, что у вас есть некоторая такая абстракция над этой физической архитектурой. Ну да, вот мой вопрос-то был, что логически это одно и то же. То есть вот стрелки подчинения между узлами, это они держат ту же самую информацию, что метавершин. Александр, вы имеете в виду, что можно ввести ребра с какой-то семантикой отдельной? Да, именно так. Ну, если нагрузить, наверное, можно и так представить. Да, но раз на графе есть атрибутика, то тут это как бы легко. Если ребра и вершины некоторого графа, обычного ориентированного графа, можно нагружать атрибутами, то, значит, какой-то вид ребер проводится для того, чтобы поддерживать это отношение метавершин. Ну, получается, что мы семантику заносим фактически в синтаксическое обозначение метки ребра, так, а здесь, в этой модели получается, что тут какие-то такие семантические структуры, которые заранее, вот эта иерархия в явном виде выражена. Ну, так я спрашивал про логическую эквивалентность. Я не говорю, что там они тождественны. Я говорю, что они логические. Вопрос-то, они логически эквивалентны? Если каждой метавершине соответствует просто узел, а если две метавершины или вершины и метавершины связаны с включением вот этим в метавершину, в вершину и метавершину, то проводится вот эта вот специальная стрелка. Да, вот это был вопрос. Ну, да, по сути, да. Так, спасибо. Еще вопросы у нас есть от кого-нибудь прямо сейчас? Роман? Ну, технологический вопрос задам. Есть такой проект TinkerPop с языком Гремли. Причем я вот буквально сейчас посмотрел, проект развивается. Не смотрели ли случаи на предмет того, как можно реализовать поверх них? Потому что чем они интересны, они все-таки позволяют не разрушающую модель, как у Spark использовать, а полноценная онлайн модель запросов. Да, ну, названием мне те знакомые я держу в голове, но пока до них не забрался. Но, да, я знаю, противоряд. Наверное, стоит на них обратить внимание. Ну, да. Еще, пожалуйста. Ну, еще, возможно, что хотелось бы еще увидеть, это сравнение, возможно, с другими библиотеками метаграф, потому что метаграф в той или иной интерпретации, они сейчас много в игре встречаются, например, штатные отживлений, библиотеки, уже имеют расширение для метаграфов в собственном наборе. Собственно, тут вопрос, когда у нас начинается порог, когда нам надо переходить на кластеры и прочее в расчетах этих самых метаграфов? Ну, то есть конкретно задача? Ну, очевидно, когда это объема производительности. То есть если считается на нескольких серверах быстрее, чем на одном, то, наверное, да. А понимаете, в чем дело? Ну, это же еще надо оценить, потому что, по большому счету, если вы сейчас делаете даже что-то в облаке, то стоимость одной машины со 128 гигабайтами это совсем не значит, что там несколько машин вам будет дешевле взять. И, скорее всего, даже дороже, обойдется при таком же объеме общей оперативной памяти, потому что у вас накладные расходы на операционную систему, на коммуникацию между ними будут и прочее. Да, это хороший вопрос, наверное, стоит это рассмотреть. То есть надо просто помнить, что сейчас современные машины, которые вы в облаке можете взять, там, потому что Google, что Amazon, по-моему, там уже до 16-ти перабайт оперативки может быть. Да, наверное, интересно было бы оценить такую штуку. Да. Еще что-то, наверное, интересно было бы услышать, а это у вас в каком состоянии проект? Это, я так понимаю, в рамках диссертации делается? Да, это делается в рамках диссертации. Проект существует в рамках кусков кода, немножко разрозненных пока. Вот с чисто прикладной точки зрения, чего не хватает, это область применения. То есть более конкретных примеров. Да. Ну да, это очевидно, как бы, что сейчас слабое место всей этой конструкции, но вот мы изучаем этот вопрос с академическими публикациями, который сейчас висит на слайде. была, значит, ну, основная как бы идея, что распарить какую-то API, которая предоставляет там не лаберри или лсвир, что-то туда выгрузить, попробовать построить от этого. Вот такой вот интервью, как здесь показано, и показать, как на нем может выглядеть какие-то решения каких-то реальных вопросов, то есть там вот этот самый анализ связанности каких-то там, допустим, предметных властей или заведений и так далее. Ну да, Иван, вот как я, в общем-то, говорил там какое-то количество раз, что тут интересно было бы увидеть характерное применение метографовой модели, то есть вот ее гибкость, которую вы заявляете в ваших работах по сравнению там с другими моделями, которые у вас здесь вы упоминали, в частности, и так далее. Вот интересно, конечно, это было бы сравнить. Вот, ладно, спасибо. Так, у Александра вопрос, я вижу, да, рука поднята. Да, я хотел вот еще один логический вопрос. Вот если с метавершинами как-то более-менее понятно, то есть на самом деле это именно иерархии, ведь вот этой стрелкой логической, о которой мы говорили, принадлежности одного-другой, там если не позаботиться и не постараться, можно нарисовать не только иерархии, да, решетки можно нарисовать и, так сказать, можно и зацепить, что, наверное, будут ошибки. Но вот вопрос в другом. А вот эти мета-ребра, это что такое? Какой-нибудь наглядный пример, когда точек соединения ребра больше, чем 2, да? Я правильно понимаю? Любое. Ну, в этой модели предполагается, что, то есть, есть гиперлебра, которые в гиперографии, там немножко другая система, что, то есть, может быть, ребро, которое соединяет одно ребро, на котором сидят три вершины, беспорядок или с порядком, но вот в этой модели предполагается, что ребро все-таки бинарные, то есть от одной вершины до другой. А, то есть вот в вашей модели конкретно ребра обычно? Да. Нет, сейчас это в этом юзкейсе или где? Или вообще? Не предполагается, что такое ребро может соединять четыре вершины, допустим, к гиперографии. То есть гиперография, усложненная сущность, как бы это ребро, а здесь усложненная сущность, это вершина. Нет, Иван, Иван, вопрос такой, еще раз. Это ограничение для вот этого юзкейса или вообще для всего, что вы рассказывали сегодня? Нет, это не юзкейс, это в принципе в описании модели. То есть там где-то было, не знаю, в самом начале, наверное. Как-то мне казалось, что все-таки то, что это гиперграф, там это существенное отличие от простого графа. Вот задание ребра, что у ребра есть в этой модели начальные и конечные вершины, их видели. Да, действительно, здесь бинарные ребра. А почему, с чем это связано? Это сложно реализовать вам было? На каком этапе вот это ограничение появилось? То есть, по-моему, что в оригинальной вот этой вашей модели метаграфовой там все-таки гиперребра. Нет? Честно говоря, вот изначально так было. Можно ли читать эту модель с еще гиперребрами? Ну, наверное, можно. Просто как бы изначально задача так не ставилась. Понятно. Но это интеллектный вопрос, наверное, тоже стоит это изучить, насколько это вообще. Так а тогда, Иван, вопрос-то вот в этой статье 2007 года там тоже ребра нормальные? Насколько я помню, да. То есть, это как бы оригинальная модель которая представлена, но то, что здесь мы описываем, это как бы некоторая формальная модель, которая сформулирована в работах с нашей кафедрой. Ну, в принципе, она, я думаю, что более-менее аналогична в основных концепциях, которая была в той модели изначальной. То есть, ребра здесь, да, предполагается, что бинарная. А тогда вот еще один вдогонку, раз мы вот на этом слайде. А вот это же атрибуты, значит? То есть, у вас граф атрибутирован. Да. Да? И вот эти атрибуты у них, ну, это какие-то данные, да? Какие данные там могут быть и сколько может быть атрибутов? Это уже нет ограничений? Ну, формально нет. Это уже зависит скорее от того, если вы используете какое-то, то есть, не знаю, средство хранения, если вы используете граф в базе данных типа там Neo4j, то там, да, у ребра может быть какие-то атрибуты. По-моему, в Neo4j у ребра может быть только один атрибут. Я, честно, на память не помню. Может быть нет. 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 Там сколько вам нужно, столько и делайте атрибутов. И меток даже, не только атрибутов. на вершинах и на ребрах могут быть и атрибуты, и метки. Их сколько нужно вам, столько и может быть. Да, но вот значения это типы данных, которые могут принимать атрибуты. Сейчас же туда это можно понимать очень по-разному. Например, картинку поместить в атрибуты. Это интересный вопрос, но если опять же технологически как и платформа, на которой вы работаете это позволяет, то наверное почему бы и нет. Но это вопрос же к реализации. Вы же занимаетесь реализацией вот этой вашей метографовой модели. И тут вопрос. Я вот не помню, честно говоря, какая у вас там система, какого рода атрибуты можно туда вставлять. Вернее, какие типы могут быть у атрибутов. Ну, ладно. Тут вопрос реализации. Так, Александра, ответили на ваш вопрос? Да, я понял, спасибо. Ага, ну, может быть, я тут, значит, парочку вопросов задам. Иван, можно ли вот на слайд, где у вас про распределение вершины ребер по узлам где-то было такое, да? Да, было. Вот этот, наверное. Вот скажите, это пока такие абстрактные рассуждения? То есть, смотрите, если вы, ведь этим же кто-то должен заниматься, да? Если вы сейчас пользуетесь вот спарком, там, графикс, то вы же, кажется, что не лезете в такое, то есть за вас все это делают. Или вы предполагаете, что тут нужна какая-то надстройка над этим всем для такого вот распределения более осмысленного? Ну, конкретно, как в случае графикс, что там есть преднастроенные вот эти вот режимы распределения, то есть, там в случае графикс, то есть, там есть преднастроенные варианты, конкретно вот эти с распределением ребер и вершин, в зависимости того, какой граф используется. И есть там какие-то более сложные, типа там 2D распределения, где используется матрица смежности, и плюс там же, например, можно как свой модуль дописать какую-то свою при необходимости. Ну, то есть, в целом, базовые варианты это и предоставляется самой системой распределения, если их используют. Но можно и не базовые, вот как это. Ну, вы-то думали, нужно вам это будет специализирована какая-то версия распределения? Ну, конкретно вот из этих рассуждений следует, что более циросообразен, допустим, вариант с распределением вершин за счет вот этого устранения, дублер, который устраняет узкое место за счет тяжелой вершины. И, допустим, в случае с граффиксом это как бы предоставляется из коробки. В других системах возможно это потребуется дописывать как какую-то собственную логику. Понятно, спасибо. Так, еще у нас есть вопросы к Ивану? Так, ну вот пока не вижу еще один вопрос я хотел задать про реализацию вашей тестовой задачи, поиска кратчайшего пути. Так, вот вы показали код, это фактически пределевский код. Так? Да, правда. Ведь, сейчас, минутку, значит, правильно ли я понимаю, что по идее, что вы рассказывали об агентах, и вот эта штука, она должна быть в виде агента как-то определена? Ну, да, то есть у вас есть как это работает, то есть там, там на самом деле код на скале, это я просто переписал на такой типа псевдопетон, ну, не суть, в общем, есть какая-то программа, в которой записано, как там, если я ничего не путаю, там, по-моему, это как объект синглтон происходит, то есть облик этот скаловский, и в нем написан тот самый код, который отправляется по сути вот этим распределенным, то есть, процессом, которые работают на самих серверах. Ну, то есть, еще раз, в модели вот сама эта задача, она фактически что, она как черный ящик воспринимается? Наверное, не с этим понял ваш вопрос. Не, ну, смотрите, вот давайте, давайте так, вот есть модели данных какие-то, да, в которых там, вот описываются структуры данных, в вашем случае это там, графовая структура, и операции как-то описываются над этими данными. И операции тоже можно по-разному описывать, можно просто там интерфейс у операции оставить, а можно что-нибудь более осмысленное, там, пред, пост, условия, или там какая-то программа у вас работает, и все это является частью модели. Так вот, а вопрос, вопрос такой, у вас это является частью модели, или у вас это, вот вы говорите, код на скале, так это просто какой-то код, мы там не знаем, это реализационные вещи, и они в модель не входят. Ну, сама вот эта метография модели, она, наверное, находится чуть выше, чем такая прям физическая реализация, то есть у вас есть концепция вот этого агента, в котором есть некое правило, и просто говорит, что это правило, это как бы способ модификации вашего фрагмента метаграфа, и вот в конкретном случае реализации таких метаграфовых агентов с помощью графового фреймворка, который работает на нескольких серверах, у вас получается, что вот это самое правило модификации, это будет кусок кода, который выполняется в модели, которая используется в этом фреймворке, то есть в случае, допустим, с параграфа с этой модель преггал, и вот это правило здесь как бы выражается в кода, который принимает на итерации преггал сообщения и по этим сообщениям модифицирует значение текущей вершины. Ну, понятно, то есть в модели это просто там, допустим, название, вот то, что название этой задачи и ссылка на код, и все, так? Ну, грубо говоря, да. Ага, спасибо, хорошо, ладно, так, еще вопросы у нас есть? к Ивану. Так, ну, я вот вроде бы не вижу. Не вопросы, а пожелания. А, да, да, роман, графовые задачи, в принципе, много чего делается, и надо бы разобраться с классами задачи, в том числе, интересно, конечно же, посмотреть запрос, который выполняется как онлайн-запросы, то есть не разрушают исходный набор данных, которые мы выгружаем, и что-то там на выходе дают, а именно возможности, ну, вот как викидата или предыдущие дебипедии, то есть у нас есть некие данные, и нам надо периодически оттуда что-то запрашивать. Так вот, в таком случае некоторых, иногда было бы удобнее, как метаграфовую схему, вот как сейчас, там, по викидата, это совершенно плоская схема, и по их схеме предикатов достаточно сложно извлекать что-то соответствующее, например, вытащи мне все, всех людей, которые там работали, допустим, там, ректорами каких-то учебных заведений, то есть так просто эти запросы уже там не напишешь, ну, что-то подобного рода было бы интересно увидеть. Ну да, но тут вот над этой моделью язык запросов, модель более сложная, чем обычная графовая модель, и там, и язык запросов, значит, получается, тоже сложнее будет, чем там сайфер какой-нибудь, да, или там гремлин, или еще что-нибудь. Он может быть не сложнее, он может быть просто языком, так сказать, абстрагирующим. Это тоже не. Ну вот это вопрос. Я не знаю, Иван, у вас в каком-то состоянии вообще такая, вот эти вопросы реализации этого языка запросов над вашей метаграфовой моделью. Когда-то я задавал, помнится, вопрос такого рода, но там, в общем, в общем, я на самом деле не в курсе сейчас. Может быть, вы больше знаете. Ну, такого прям полноценного языка запросов по аналогии сайфером мы сейчас не разрабатываем, потому что такая достаточно серьезная задача. Возможно, это не дойдет, к слову сказать, потому что гремлин в этом смысле настроится как цепочечная запись в языке программирования. То есть, в этом смысле язык похожий на гремлин как раз-таки не столь сложно сделать. Ну, так тогда, Роман, это же будет, он же получается императивный, правильно? Фактически. Нет, он скорее декларативный. Это цепочечная запись, а дальше цепочки там внутри интерпретируются, это его дело. Это же не последовательность операции, как таковая, это просто декларация того, что эти операции должны в принципе существовать в виде такой цепочки. Ну, может быть, ладно, хорошо. Так, ладно, спасибо. Так, ну что, еще у нас осталось какие-то вопросы? Можно задать еще один вопрос относительно выбора на платформе вокруг Spark'а и писать на скала, так сказать, о будущем не страшно? Наверное, должно быть. Просто скала, сейчас в таком совсем заброшенном состоянии находится? Ну, да, ну, просто как бы начиналось с нее, когда еще было не совсем понятно, какие будут перспективы, первые заходы как бы были с этим проектом и потом как бы на нее продолжили. Возможно, стоит здесь на что-то сменить, но непонятно. На что конкретно. Альтернативы достаточно много, но это отдельный разговор. У меня, в общем-то, вопросов нет. Хорошо. Успехов в продолжении работы. Хорошо, спасибо. Ну, ладно, в общем, кажется, что мы тут достаточно докладчика поспрашивали. Еще раз большое спасибо докладчику и всем присутствующим. Тогда всего доброго, до свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо.